всем привет тащу боньку на улицу так как она не дала мне сегодня спать у меня сегодня очень такие планы надо мне найти гречку очень уже на мне срочно нужна почему я вам потом объясню когда буду искать сейчас мне нужно боню прогулять после этого я уже смогу наверное спокойно ее дома оставить вот так вот немножко повернусь и видите вот здесь вот такая замечательная площадка видите занимается занимаешься и смотришь на море я все порываюсь их сходить и позаниматься но у меня все никак не получается прекрасная погода я так думаю что сегодня уже будет жадко а вы знаете что происходит а там пляж у нас чистят генели а там пляж нас чистят да это классно ура ура я не знаю увидите вы не увидите сейчас я повернусь и покажу вам там вон трактор ходит увидите наверное да там трактор ходит и очень собирает камни да точно чистят пляж классно как дело в том что тут а песок море выкидывает гальку и поэтому подходить к воде по камням больно но вижу чистят здорово бой пошли подошли к воде вода сегодня тепленькая такая виде прозрачная вся вода лодочки мужчина что-то достает не буду снимать что давай зайдешь водичку пойдешь пошли вода такая знаете более менее теплая что касается например моих месту по температуре это прям летняя вода боника пойдем пройдемся немножко реально вода конечно просто супер прозрачная и более-менее теплая сейчас немножко я пройдусь и пошли боль что сейчас будешь дома сидеть а я пойду магазин не потащу ее с собой потому что это просто целое приключение с ней ходить у меня есть такой кенгурятник я его одеваю и она вроде как висит как ребятенок на мне но сейчас жарко куда ее засовывать все у меня ноги замерзли так ну что ладно давай немножко подсохну и пойдем с тобой все боня угулялась пришла помыла ей лапы и все отрубился собачонок теперь могу ее спокойно наверное оставить и пойду в магазин чтобы не просилась со мной яблоки мои любимые ананасы но по фруктам цены конечно здесь отличаются я так думаю процентов на 50 среду тут а базар и на базаре ну вот смотрите помидоры здесь я 8 лир я на базаре последний раз взяла за 5 лир помидора и баклажаны 4 50 грубо говоря я покупала по 3 баклажаны капачки в общем-то яблоки интересно почем цена на яблоки я не вижу яблоки я купила в 3 килограмма за 10 лир так ну все иду я в любимый отдел мне хлеб надо купить обязательно сладости всякие пончики хочу 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 наверно надо взять попробовать хлеб вот такой вот я покупала очень вкусно очень хороший что я брала из этого я вот брала вот такую типа крема очень вкусно мне очень понравилось тортики стоят естественные тортики поднимут потому что для меня это много я это не съем я потом сейчас еще покажу что я купила тоже такая вещь классная а дело очки давайте посмотрим сколько тут подсолнечное масло это получается вот цена я что заметила тут на подсолнечном масле я в основном так вроде как и не готовят готовят все на мангале на печи на криве получается в основном так так что-то я не могу понять а что это у нас тут а стоит 4 ли а это наверно макароны до макароны стоит 4 лиры и 3 лиры да такие вот их дома не ела эти макароны а то взяла спиралку приготовила в общем она мне три дня постояла с овощами вроде вкусная два раза я поела и вытянула то нет вот что мне надо купить не надо купить форму для запекания у меня там яблоки остаются фрукты надо все-таки что-нибудь найти по шарлотке что ли спечь поэтому вот такие вот по цене курицу я брала на вкус она очень хорошая мне понравилась и по цене она дешевле чем у нас но наверное так процентов на 30 мой какая сковородочка классная маленькая сковородку себе тоже купила но в пилот здоровую сковородку надо было чинить поменьше взять вот такую сковородку взяла то для пикника помогу даже это скатерти посуда для пикника эти что я цену показываю пожалуйста уж переводите турецкие пельмешки надо и взять попробовать да вот вот эти маленькие это вот такие вот пельмени я брала не в этом магазине берег называется он такой вкусно это вообще надо будет зайти я даже не помню в каком магазине я покупала но нужно будет зайти купить по моему шоке я его покупала тоже в это в духовку засунешь 30 минут и все очень хорошо а тут вот всякие колбасу я брала мне колбаса не понравилась турецкая сейчас я скажу вот вот такое по моему колбасу правда вот такую вот колбасу я брала я так поняла что это это для жарки два раза я ее с речницей пожарила и в общем закинула в морозилку лежит у меня в морозилке не то что сказать что она не хорошая дело в том то что мы не привыкших таких специям просто у нас все-таки специи немного другие попадают ложится и поэтому не тот вкус мясной отдел сейчас я смешу вот так вот выглядит это получается язык а вот вот это что сушки а это не требуется это трибуфа по-моему это трибуфа если да то не жигуньки надо это классно это получается сбой вот так вот аккуратненько положен здесь баранина цены я тоже вам показываю все так удобно смотрите отбивные сразу аккуратненько порезаны и пожалуйста тебе готовы уже я что заметил тут костей не продают мясо с костями вот как мы привыкли покупать грудинку потом вот такие вот части на супы здесь я что-то этого не видела медальоны ой какие классные это мясные медальоны 73 лиры и 70 а 73 лиры это вон то медальоны у нас получается 79 ну 80 лир мясо для фарша а это гуляш получается да получает это гуляш это вот мясо на небольшой косточке и вот это мясо для фарша 63 67 так вот отдел выглядит тут же на ваших глазах тут а все режется очень мне понравился мясной отдел чистенько аккуратненько красиво и все тебе здесь нарежут все тебе сделают уже готово все стоит ну и мясорубка конечно все покупаю я сейчас мясо вообще боньки возьму требуху и возьмется зараза такая не ест она у меня ничего не знаю я уже что с ней делать а все все поняла оваться вот она да это тоже требуха да это требуха она небольшой кусок немного а вдруг она есть не будет или будет и наверно будет так мясо вот это 05 беру я 05 гуляш и возьму получается 67 лир это 670 сейчас пойдем гречку искать и сливочное масло еще мне надо купить муку такая интересная вещь происходит в общем решила я приготовить шарлотку и дома же привыкли обязательно и что-то есть да а у меня же я же переехала у меня вообще ничего нет и яка глянула мам дорогая сколько же всего надо покупать и соду и разрыхлитель и яйца и муку там вот даже такие мелочи о арахисовая паста и я покупала вот такую вот вот такую вот я взяла она стоит о она она подешевела стоящая 13 июня понравилось вы знаете все время хотела купить эту арахисовое масло или арахисовая паста вот этот фильм же есть знакомьтесь джон был и какой классный фильм кто не видел посмотрите он старенький но такой интересный и вот он все ходил и вот с арахисовым маслом я приехала и пошла и купила это арахисовое масло мне понравилось очень вкусно знаете что я делаю в общем я сварила овсяную кашу и добавила вот ее если он действительно стоит 12 лир что у нас получается двадцать второй год ну все я куплю чуть не купить то это 19 и это тоже подожди сейчас так это еб забиваю это что такое ох а а это с фундуком масло получается да да это фундук и тоже сегодня распродажа стоит это 19 шестьдесят два тридцать четыре а сейчас это стоит девятнадцать не поняла а как понять что это именно стоит девятнадцать лир потому что же не может шестьдесят два стоить а потом стоит девятнадцать или может так что у нас даты двадцать второй год оно прям видите там прям аж жир по плавает это же масло это вот орехи давят в общем надо учить турецкий язык тут я с одними договорилась а вроде как сказали что давайте давайте будут курсы турецкого языка и мы вас возьмем с собой и чё-то и пропали не поняла я то ли отшили то ли набрали не пойму на бесплатные курсы они здесь есть я ходить не хочу а но вот турецкий я примут лучше ну все я подошла к вот к делу да здесь всякие эти и мне нужно сливочное масло я не знаю что что из них сливочное масло у меня получилась такая ерунда в общем я купила пришла домой переводчик мне перевел сливочное масло я пришла открыла чайничек все нормально мажу думаю блин на вкус что-то не то что-то он мне не нравится хорошенько посмотрела перевела а это оказалось маргарин так что надо конечно разбираться что и что и что есть кто сейчас я кстати вот к девушке подойду и спрошу у неё вот я короче взяла написала и это сливочная масса называется терео айдэ и вот я сейчас вот терео может мне кого-нибудь подпросить показать все попросила девушку чтобы она мне показала чтобы я не купила маргарин у нас ааа спасибо и вот хребудай гречка да гречка вот мы ищем гречку そсь хорошо что я написала а.к.к.к. Карамуда ему ищут гречку ищут мне гречку нету, да? Йок, да? А, хорошо Виннесу сейчас обещали принести, найти все, а я пока пойду посмотрю сливочное масло, в общем, показали мне идея, это сливочное масло и вот я сейчас разберусь в какое-что мне бы маленькую пачку что я удивилась, а вот у них все большой расфасовки по полки нету такой вот маленькой расфасовки, я не знаю ой а, все, я открыла все, открыли, а я раздвигаю так, в общем, вот такое, наверное, я возьму оно сегодня по распродаже 83, вот это масло, да? Ну, большая пачка, ну, елки-палки это килограмм целый, и что я буду с килограммом потом делать? А что у нас по срокам? Ну, все по килограмму 26 26, 08, 21 блин если смотрите, какая здоровая а оно мне нужно и нету маленькой но все большой пачкой ну, если что, я, наверное, могу уже заморозить 26, 08 а сейчас четвертый месяц за 4 месяца я что? ну, ладно, спеку, если что ладно, пусть будет если что, что-нибудь печь буду уже но это много все, нету в речке и что мне делать? это очень плохо, я не знаю еще одна проблема, которая у меня нарисовалась и я не знаю, какой чай покупать опять-таки, здесь все продаются чаи в больших упаковках чая гранулированного тут нету в основном получается чай листовой и в больших пачках а что я? а, вот маленькие, видите, они в железных баночках таких вот липтон я купила мне его порекомендовали ничего мне не понравился вообще он где-то и дома я его никогда не брала и сейчас он мне абсолютно не понравился вот этот только чай, что взять? кто с Мерсина, пожалуйста, подскажите мне пришлите фотографию, я оставлю свой телеграмм ватсап посоветуйте, какой мне купить чай сегодня Милка на распродаже Орео сегодня дешевле получается, что 10 лир, 25% да, я не люблю Орео, мне не нравится а, сейчас я вам покажу, какой шоколад мне понравился а, вот улкер улкер а его здесь нету вот с фисташками, да а я брала с этим, с арахисом, по-моему ну, в общем, в любом случае так, сколько он здесь стоит о, а что здесь и подешевле с фисташками он стоит 4 лиры а там в магазине я видела, что он стоил по по 4 лиры, я куплю 2 штуки а вот он, кстати, вот за 5 лир я брала вот он мне понравился вот такой вот улкер вкусный и, а я возьму а что здесь упало так ну, ну, сейчас я подыму некрасиво поставлю назад получается ну, он и там 5 лир стоит а здесь получается с фисташками по 4 лиры, да ну, я возьму пусть будет он очень вкусный и когда локдаун и ты сидишь дома одна буду есть шоколадки все поехали отсюда а мне сказали, что гречка вроде как в шоке дороже или в биме гречка и полотенце мне надо купить для рук полотенце для рук тут 14, а там что-то такая цена была что-то все было дешевле ну, все, я рассчитываюсь тут вот есть виноводочный отдел небольшой в этом магазине вот так вот все-таки он выглядит он большой мы сюда еще с вами вернемся поснимаем потому что это очень интересно тут много-много что можно еще посмотреть хорошо все, я пошла рассчитываться такие зеркала здесь продаются когда идешь всем привет всем привет Вихе в шляпе хожу по-другому никак и маска солнце уже светит жара поэтому пчеловоду уже закричит хорошие такие люди так здорово все, нашла зашла я блин мне, наверное, легче кому-нибудь показать чтобы они мне ее дали сейчас я подойду у прогресса спрошу здесь это или нет что я буду искать то есть магазин на базе и толку нет вот это есть гречка гречка нету? нету нету коробу я не сестью гречка 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 да, да маленький не гречка а я буду говорить с моим углом я буду сидеть шок 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 хорошо хорошо мне сказали, что в шоке а я мимо него прошла ну, придется возвращаться в шок поезд гречки продолжается все, я в шоке в смысле, в магазине шоке они сама в шоке ну, в принципе, я и сама в шоке потому что я ищу гречку это уже третий сетевой магазин вот он, этот берег про который я вам говорила у него хороший срок хранения я его, наверное, сейчас куплю он очень-очень-очень нравится просто бросаешь в печку и все и классная штука у вас сейчас я по дате посмотрю я не вижу а вот она, дата производства сейчас мы вот так вот 22-й год а, ну все, отлично еще парочку взять, наверное, да? я же сейчас сразу домой пойду тут же совсем недалеко не растает и здесь у нас тоже должен быть 22-й год да, я возьму раз уже сегодня у меня такой полный расход он лежит у меня в морозильнике с этими всякими, знаете потом я хочу купить йогурт так, йогурт ой, йогурт тут такой, знаете вкусный и похож на густой айран ну что-то, гречки я и не нашла проходила пожаре по трех сетевым магазинам в общем, гречки нету ну и как вознаграждение решила купить или шауру сейчас возьму и устрою себе прощай, фигура все, покупаем шауру жду, пока мне приготовят такие вот у меня покупки у меня еще на плече сумка и вот у меня вот здесь вот вот так запах обалденный ну вообще, это пытка пройти мимо и не купить особенно, когда ты не позавтракала я же Буньку взяла вывела на улицу кофе выпила и побежала все, сейчас будет готова беру с собой конечно на вынос спасибо за просмотр! Продолжение следует...